В самом начале, когда застройщики, девелоперы к нам приходили, то есть никто же не делал даже благоустройство серьезное. Все сажали деревья вот такие. Ну как бы, а зачем? То есть это совершенно... Дерево есть? Есть. А какого оно должно быть размера? Сейчас мы, когда приходим к застройщику, первым делом он говорит, друзья, только чтобы деревья были нормальные. Вот все хорошо, делать что хотите, но деревья должны быть большие. Все уже к этому, ну то есть этот этап прошли. Теперь мы идем к следующему этапу, что идет создание не квадратных метров, не коробки с двором, а что идет создание общей среды. То есть у вас среда это больше, чем двор, пусть даже... Продукты, продукты целиком. Загороженные, да, то есть все, ну как бы достаточно давно начали думать, просто, ну как сказать, процесс строительства любого объекта, он же не придумал сейчас, а там это может через 5 лет только появиться, да. И сейчас мы вот эту тенденцию видим очень хорошо, да, что все начали думать, а что же люди там будут делать в этих домах. Не просто, вот есть квартира, я вот в ней заперся, и все, мне все равно, что-то. Ну давайте, наверное, пойдем к причине. Спрос рождался просто жилье. Мне хочется жилье лучше, больше, чем у меня было. Сейчас, в общем-то, все понимают, что просто жилье, пожалуйста, можно выбирай, как хочешь. Рынок насытился. Рынок насытился, и потребность возникла в том, чтобы это жилье было хорошее. Мало того, чтобы оно просто было много разных метров, столько, сколько хочется, или столько, насколько есть возможно, чтобы вокруг него все остальное тоже было на хорошем уровне. То есть потребитель стал выбирать лучшее. А чтобы было лучшее, соответственно, нужно оформлять это все не только с точки зрения количества квадратных метров, каких-то, ну, обязательных вещей, да, которые должны быть и обязательных составляющих, скажем так, жилья. Поэтому понятно, что в данной ситуации девелоперы начинают конкурировать и начинают предлагать потребителю каждый лучше, лучше, лучше. Ну да, придумывать, что может быть. Если вернуться к городским общественным пространствам, да, за которые отвечают не девелоперы, а город, да, то, ну вот, оказалось, никто об этом раньше не думал, оказалось, что это достаточно простой способ быстро поменять среду и, в принципе, удовлетворенность людей от города, от жизни в целом, да. То есть это, ну, как бы, это не какая-то там долгосрочная история. Год-два-три, и каждый видит существенные изменения, что, в общем-то, хорошо и важно для всех, да, поэтому... А когда это вот началось у нас, когда мы начали задумываться об общественных пространствах в России? То есть в Казани мы знаем, в Москве там, когда... Ну, я вот, мне кажется, я вчера говорил, что, ну, задумывались-то всегда вопросы, как бы, что с этими задумками было, да, но я думаю, что поворотная точка – это парк Горького при Капкове, да, и Крымская набережная, да, то есть вот с этого момента, ну, вот, как в случае с деревьями, как в случае с деревьями, ты приходишь к любому заказчику, он говорит, сделай мне, пожалуйста, Крымскую набережную. Вот это вот, ну, как бы, такой, первые кейсы, и с него пошло, да. Как бы то наследие, которое осталось от Советского Союза, оно, ну, к сожалению, вот в этот вот переходный период, да, оно было немножечко запущено и заброшено, и добавок еще, ну, как бы с приходом к нам рыночной экономики обросло еще атрибутами, всяческими рекламами, всяческими этой, а так как это, ну, наверное, можно сравнить с каким-то Диким Западом, было сделано хаотично и без какого-то, без какой-то принципов и нормативов, там, требований, еще что-то. Вот, ну, тут только можно отдать, да, отдать должное руководству, как бы, там, скажем так, администрации, которая правильно на это все посмотрела и начала об этом задумываться, чтобы создать комфортную среду, да. На сегодняшний день мы знаем, что там занимаются и парками, и улицами, и в том числе, например, да, сейчас вот многие не только сейчас замечают, хотя уже, наверное, прошло вот два или три, например, центральных улицах Москвы убрали всю рекламу, ведь нет ни одной растяжки. Ну, честно сказать, наверное, в Казани, в Казани, как-то, да. Казани можно играть, у нас тоже не видно, да, то есть, это же классно, да, ты едешь, и вот сейчас едешь по центральным, по всяким улицам, честно сказать, ну, мы бываем периодически, да, в Европе, там, в разных странах, все стало соответствовать, и, в общем-то, все стало сравнимо, ты видишь город, и, в общем-то, наши города-то ничем не хуже. Раньше город был приспособлен только для автомобилистов, ну, то есть, доехать пешком, ну, как бы, как раньше, там, 90-е, начало двухтысячных, да, да, доехать пешком можно, но крайне тяжело, да, то есть, мы, никто не задумывался о том, что есть какие-то другие категории пользователей, да, все стремились купить машину и на ней, на ней поехать. Сейчас совершенно поменялась парадигма, да, то есть, мы говорим о том, что, ой, оказывается, у нас есть пешеходы, ой, оказывается, у нас есть маломобильные группы населения, ой, там, оказывается, у нас вообще и собаки есть, надо как-то, есть, там, собачьи площадки делать, и вот то, к чему мы подходим, что, оказывается, у нас и дети еще есть, никто никогда об этом не думал, да, вот, ну, как бы, как, как можно, ну, ребенок же не может на машине доехать, да, то есть, ну, его надо возить тогда. Сначала была машина, а потом ребенок. Вот, машина, да, как-то так сложилось. И детей много разных, они же разные. То, о чем мы не говорили вчера, да, как бы, у нас рамки вчерашней встречи, они были немножко уже. Детям, как бы, они не так, что, вот я пришел на детскую площадку, я там, пятилетний Саша, да, и начал играть. У меня включилось, я пошел играть, вот я на детской площадке. Они играют везде, то есть, им все равно детская это площадка, улицы это, там, бульвар в городе, дом, все, что угодно, да, то есть, у них нет такого, что вот на детской площадке я включился. Есть такая концепция городов дружелюбных к детям, да, Child Friendly Cities. То есть, когда мы говорим, что не должно быть каких-то специальных, ну, то есть, они должны быть, но дело не только в специальных местах для детей, да, а город, в принципе, должен для детей быть приспособлен, и в городе должны быть вещи просто. Вот я иду с ребенком, мне надо пройти километр. Ну, большинство, наверное, из нас есть дети, все знают, что это не всегда просто, да, ребенок начинает скучать, приходится там, ну, хныкать. Да, если ты добавляешь, добавляешь какие-то вещи, это сразу меняется. Если есть какие-то места, где ребенку становится интереснее, то, соответственно, и для родителей это комфортнее, ну, потому что ребенок, он, семья вся вместе, ну, у ребенка есть какие-то свои отвлечения в городе. А мне кажется, еще вот хочется добавить того, что сказал Александр, что делая такие, делая город дружелюбным к детям, мы, ну, закладываем некое чувство городу этого маленького человека, который потом вырастет, к этому городу на всю жизнь, потому что он всегда будет помнить, что мне, мое детство было классным. Я думаю, что про СКИМУ тест можно рассказать. Это замечательный тест, который есть в зарубежных странах. Может ли ребенок, выйдя из своего дома, из места, где он живет, дойти до какого-то места, где продается мороженое, приобрести его и вернуться обратно. Живут до того момента. До того момента, когда СКИМУ растает. А, вот так. Это называется СКИМУ тест. А, вот почему СКИМУ тест. Да, может ли ребенок выйти из подъезда? Разрешают ли вообще ему? Разрешают ли вообще ему выйти на улицу? Одному. Одному. Может ли он безопасно для себя добраться до какого-то места, где есть что-то для него? Детская площадка, да, или СКИМУ, или что-то еще, да, и вернуться обратно еще вот до того, как он. Дают ли ему родители денег на карманные расходы? На самом деле с детской средой примерно такая же история произошла. То есть сначала ее практически не было, да, какой-то специальной. И мы вчера рассказывали о том, что дети после войны играли в руинах, да, мы играли на стройках, в подвалах и на чердаках. Это были любимые занятия. Да, и это была очень интересная, богатая, на самом деле, очень развивающая среда. Когда мы начали заниматься экспертизой того, что же у нас есть для детей, какие игрушки для них есть, да, какая среда для них есть, какие детские площадки для них есть, мы выяснили, что, несмотря на то, что выглядит это все очень аппетитно, да, и вот так вот красивенько, скажем так, оно не отвечает потребностям детей. Сама среда рефигирована. То есть ты можешь сказать, что те детские площадки, которые у нас принято ставить, да, принято, это немножечко неплохо. Я могу сказать следующее. Дети могут играть везде. Они могут играть на вот таких красивых площадках с ковриками, они могут играть на красивых площадках без ковриков, они могут играть где угодно. На самом деле, очень важно, что мы даем ребенку, да, что город дает ребенку, какие среды, какие возможности он ему предоставляет. Да, мы ему можем дать, не знаю, там, те площадки, которые есть сейчас, да, мы ему можем дать более интересную среду, мы ему можем дать более среду, в которой есть больше контакта там с природными материалами, да, или среду, в которой есть меньше контакта. на самом деле на самом деле дети они являются достаточно незащищенной категории граждан детская площадка должна быть все вот не знаю как как лестница между первым и вторым этажом должна быть вот да а условно детская площадка за и никто не задумался какая она то есть казалось что детям что не дай им все понравится да можно же понравится вопрос только на 30 секунд или на три часа вот да и с позиции но опять же дал устройство города организации города нужно создать такие места где детям будет комфортно самое главное безопасно если дети не будут задерживаться на детских площадках они будут находить ту самую игру и ту самую игровую ценности которые мария сейчас расскажет других местах там где им не нужно и там где им будет опасно то есть по сути не создавая пространство комфортным для детей мы их подвергаем опасности начать надо с потребностей ну то есть вы строите дом вы строите детскую площадку вы смотрите вообще для кого это делаете да то есть я вчера в фейсбуке перепостил детскую площадку для котов такое бывает на стенке на стенке то есть ну как бы да площадка для кошек да люди ты если что-то делаешь ты сначала думаешь для кого ты это делаешь да какие это будут дети да не забывай что помимо детей будет практически 50 процентов родителей но для головы города но для головы города не неправильно для головы города тоже то есть даже не в детях но то есть у вас как бы любого строительства есть свои куча аспект да то есть но и должны учить учесть там интересы всех и пользователей иногда какие-то объекты строится знаковые дату туристов например да это тоже важно но то есть мы исходим из того кто пользователи сколько их да какие у них особенность взрослые дети это первый важный момент а дальше мы смотрим на потребности этих пользователей и у детей если вы посмотрите на вот типовую детскую площадку она удовлетворяет в основном только одну потребность потребность движения побегать полазить скатиться с горки в целом можно особенно если ребенок там лет до 8 до 9 и вот такой да то есть там 10 максимум количество нужно назвать остальные пять потребностей мы уже одну назвали это потребность в игре и она центральна потому что это такая детская деятельность это такое это такая активность детская в которой развивается все и мышление внимание памяти эмоциональная сфера абсолютно все мне кажется даже я назвал природный ведь правда это же почему-то есть у детей тоже никто не навязывал дети придумал здесь они сами начнут она естественная природная потребность в игре и у игры есть такое еще одна из линии это свободно выбраны никем не задан не заданная взрослым деятельность ребенка это действительно это то что я как ребенок делаю когда мне никто не говорит что мне нужно делать как но предоставить для этого среду мы можем разным можем богатым а можем очень бедным обычная детская площадка резина и еждал один ну метр на метр резину не положили потому что там дерево росло но дерево потом спилили вот как бы все вот резина и метр и пустая площадка как бы это самый ребенок сидит и он играет на этом двое что потому что там выросла травка 30-е годы ввели нормы гто и все вот эти стенки шведские на детских площадках не появились после этого руки как ответ ну надо было где-то тренироваться делите норм в других странах этого нет то есть нет вот прям такого конкретно площадка на для игры и то что мы имели в 90-е годы и так далее это просто ну мы привыкли что детские площадки должны быть со шведской стенкой ну как бы это же нормально 5 летний ребенок пойдет условно говоря в песочницу подростка это неплохо мы говорим как раз о том что у детей есть разные потребности есть потребность движения до совершенно верно подростков у детей там старшего школьного возраста у них есть потребность в разного вида движения в таком переживании я ловки да я очень такой выпендриться умелый да я такой сильный мощный да лучше всех как я могу вспомните что то среди подростков есть не только мальчики есть девочки сложные сложные и потребности у них нет такой потребности круглые сутки висеть на турнике шведской стенки и показывать какие-то свои и для тех и для других нужны места для общения и для тех и для их есть нужны места для игры потому что подростки они играют также как и дети дошкольного возраста данных немножко меняется характер игры да и такие площадки есть в мире они существуют и эти потребности они могут быть услышаны поэтому это как бы только одна из до движения это одна из шести ну что есть мы сказали движение игре общение играм общение так с природой значит контакт с природой отдых что-то мы забыли экспериментировать экспериментировать то есть вот шесть который как раз очень не хватает если мы хотим чтобы потребность преобразования этого пространства если мы возьмем площадку должны удовлетворять всем идеально стремится стремится хотя бы части и вот чтобы последнюю которую мы как раз так забыли для себя как раз мы про нее забыли да это потребность в преобразовании те площадки которые сейчас есть для детей их невозможно преобразовывать они стандартно фиксированы да все их поставили их нельзя трогать их нельзя с ними же сделать ими можно только попользоваться и это отчасти если брать не только глубокий философский подтекст это то что мы даем детям пользуйся ты ничего не можешь с этим сделать и пользователь и создать тебе нужно просто нажимать кнопку ну это это переживание и у меня есть разные переживания как у ребенка я выхожу да из своего дома эта среда для меня эмоционально комфортно она безопасна в ней мне интересно я в ней нахожу ответы на все свои какие-то вот потребности которые у меня есть я могу с этим что-то делать я активен да эта среда она существует для меня она мне как сказать эмоционально комфортно да она ко мне дружелюбно да и я могу с ней что-то делать я активный в ней такой человек который живет и преобразовывает либо у меня есть другая история когда я выхожу я знаю что все везде опасно ничего трогать нельзя я могу только как-то вот бачком 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 пройти чуть-чуть попользоваться и вернуться обратно да и ничего в этом не менять это просто две разные философии если я пришел в центральный парк там выходные семья пошла гулять да все нарядились красиво ну вот как бы да девочки в белых бантиках 1 мая условно да мне в принципе в вот в рамках таких выходных мне может быть не нужно очень сильно экспериментировать да то есть если у меня в центральном парке пространство взяли сделали огромную песочницу какие-то экскаватор и все вот эти дети как нарядно одеты они вот обэкспериментировались вот ну то есть с одной стороны классно с другой стороны ну как бы ну зачем да то есть здесь вот можно искать баланс то есть мы все говорим о том что больше экспериментирования должно быть на дворовой площадке ну что вышел ты оделся соответствующий никто не переживает что ты промок если ребенок в парке за полчаса до дома до промок но это проблема это нервы для всех да то есть если он промок во дворе ну господи пошел домой согрелся переоделся да то есть вот ну как бы акценты они могут смещаться прогулка для ребенка это не про бантики да это не про как раз про активное какое-то познание мира преобразование мира и активное познание самого себя да и для прогулки нас действительно нужно комфортная одежда и комфортная интересная среда ну да ну в принципе сейчас уже ситуация лучше сейчас родители научились детей одевать так что не переживают за то что они там из грязи но вопрос время от времени такой возникает друзья водная площадка да хорошо что ну там в августе понятно классно что мы будем делать на ней в октябре да мы показываем картинку из норвегии где ну там немножко похолоднее и все прекрасно одевают резиновые штаны в детских садах ну то есть конечно оденься оденься правильно и получаю довольствие логашь налоги сейчас позволяют это делать ну да разными родители выходят на прогулку со сменным да да запасными колготками теперь не вызывает ни у кого не таких хороший друг мы мы его считаем нашим другом джулиан рихтер он мы его приглашали даже несколько раз нам он тоже читал лекции читал проводил семинары ну и вообще просто в обычной жизни он когда на тему заходит и сделан всегда начинает с того что давайте вспомним в детстве и все эти ощущения точно помню когда мы запускаем руки в грязь достаем об этом делаем вот так и вот тут вылезают вылезают это помнят все и вот отсюда все начинается то есть детская площадка должна нам детское пространство пространство для детей наверное в городе оно должно вот приближать вот на скрине вот до детей к этому да и про него если чуть-чуть сказать ему сейчас уже там 76 лет нет позапрошлым до 75 да то есть он уже такой вот он какое-то время был председателем европейской комиссии по стандартизации детских площадок то есть те и одно из основных вещей которые как раз ему удалось ввести что вот риск да он необходим что без риска нет развития потому что в принципе то что мы имеем сейчас здесь у нас европа имела 20 лет назад да вот эти все такие резинки типовые истории да и вот они стали понимать что что-то как-то не то да что-то не хватает и вот в этот момент появилось понятие сейчас игровой ценности и риска да и он вот их вел а наши госты это переведенная копия тех стандартов юлиан он обычно говорит даже такую фразу to handle the risk то есть это управляемый риск то есть мы должны детям дайте возможность заре научиться управлять этим риском то есть чтобы он был чуть чуть больше чуть меньше но без возможности получить какие-то невосполнимые травмы или или увечья у нас вот я так понимаю это невозможно преодолеть все эти стандарты госты они же нас вгоняют вот в эти вот невозможно значит еще раз есть европейские нормы и на 176 наши госты по детским площадкам это переведенные европейские нормы когда-то переводил к сил там 15 лет назад да вот они на 99 процентов соответствует там ничего не поменяли но убрали там какие-то части которые совсем не подходили гост по покрытиям резина там песок галька он один в один он называется через черточку и на 177 там тире наш тысяч 13 ну то есть он одинаковый вот вы приезжаете в германию да вы понимаете что скорее всего там все сделано по гостам и 40 экспертов проверили эту площадку прежде чем открыть да вы ну потому что да там люди к серьезно к этому относятся вот те решения которые вы там видите возможны у нас здесь по нашим нормам ну то есть вот это очень важно нам таких случаев происходит нам важный важный момент здесь над коснуться темы покрытия просто не знаю что был за случай да но мы вчера рассказывали про свои резины вот для нас это тоже было в свое время вот открытием таким неожиданным сколько резины должно быть на детской площадке ну то есть сколько сколько обычно кладут ну так но у нас вот два три да вот папа по москве абсолютно бесполезное занятие кроме как навести вот эту вот рафинированный да да то есть это то есть чистенько чистенько да ну как привыкли привыкли да 90 90-е года среда вообще такая вся разрушенная была хотелось чистоты на нигде вопрос был не в безопасности а в чистоте и было ощущение что если чисто то значит безопасно да ну принцип вот он внутри внутри такой а если мы вернемся к нормативам то ну про гальку про песок про сыпучие натуральное покрытие в гости данные слои сразу а про любое искусственное покрытие дана методика как его проверять методика очень простая ну как бы есть специальный прибор имитирующий голову ребенка с датчиками да и ее бросают с высоты да и компьютер мерить если критерий хик там хитинджи критерия не больше ста значит покрытие можно применять то есть мы бросают положили три сантиметра резины бросаются метра там получили 98 все подходит бросили с метр двадцати 102 все значит слой надо делать толще ну и любой производитель если действовать по гостам любой производитель резинового покрытия он должен иметь сертификат ну от компании который может это протестировать какой слой и его конкретно резины с его клеем они там ну плюс-минус сантиметр они отличаются до нужно класть и вот мы долго у нас как бы в москве не знаю здесь как есть компания мастер файбер который вот основной поставщик резины да там много чего делал мы долго от них добивались сертификата мы его добились и оказалось что при высоте падения 3 метра надо класть 11 сантиметров резин ни один ни два ни три 11 сантиметров то есть ну как бы когда мягко если вы представляете покрытие то резин кладется либо на бетон либо на асфальт ну то есть ее надо к чему-то приклеить да можно класть на щебень но то еще толще слой тоже она как бы разломается быстро то есть только до резины от 3 до 5 тысяч если мы представим что мы если мы представим что мы до резина 3 до 5 тысяч если мы представим что мы с 3 метров падаем на бетон и чтобы мы хотели туда подложить чтобы нам было нормально туда упасть ну вот я думаю сразу понятно что толщина 2 сантиметра в чего бы то ни было да ну это вот мы одеяло покрывала бросили на бетон это головой и рыбкой значит с трех метров ну как бы это не спасает да поэтому есть случаи в том числе из-за этого ну просто просто сделали не не по стандарт ну в принципе да видно слой слой обычно виден под качелями под каруселями он достаточно быстро протирается вижу сколько его качество ну это вопрос насколько это покрытие в наших текущих условиях но за защищает даже пройдя этот тест что там пускай мы сделали три метра даже пускай мы сделали один сантиметр у нас мягко но чисто с позиции там законов физики мы вроде вопрос решили но по жизни ребенок никогда не падает вертикального вертикальная то есть 99 процентов случаев это получается под каким-то углом любое сапучи покрытия нам дает эффект скольжения да тем самым гасится куда причем на нас не дает скольжение подворачивание округ олимпиаде прыгуны вот длину они не на резинку прыгают ну как-то вот когда за резина классно чего бы там закатал чистенько туда мне надо шорты отряхивать ну то есть почему тогда то есть да или 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 действительно футбол почему-то на газоне играют и никто не любит играть ну так но мы надеемся что опыт наших европейских коллег и партнеров и и вообще людей компании нам поможет быстрее пережить это это и понять что это не то покрытие потому что там уже пережили это по ряду по ряду причина вот одно мы сказали что эффекта скольжения нет 2 это эффект отскока если ребенок ударяется головой акции вчера не говорим и первом ударе но мозг у нас находится жидкости до при первом ударе как бы мозг чуть-чуть колышется при втором однозначно достается до кости кости и это получается сотрясение мозга то есть вот этот эффект отскока он дает опять же да на любом сокручем покрытие не происходит потому что скорее всего мы съедем и тем самым ну агашение удара идет за счет смещению теряло не очень европы там ну допустим германии они выявили что поколение которым вот эту резину дали там 20 лет назад она стала более часто больше травмы с переломами рук но позже позже нет они стали получать уже когда выросли то есть они фактически решили что раз везде резину постели что и на жизнь будут эту резину а все-таки падая на гальку песок это естественное покрытие это все понимают что это это естественно это то что есть в природе на самом деле это ближе какому каким-то естественным состоянием человека человек все-таки часть природы изначально вот и у нас есть еще один наш хороший друг из англии ну да рубин садклифф это архитектор который тоже занимается детским пространствами много в свое время у него была была компания по производству резины мы нам долго рассказывали про человека который когда-то на какой-то конференции встал и сказал извините коллеги я двадцать лет занимался не тем перестал производить резину а потом выяснилось что это человек за рубин да мы уже его знаем и нам говорят так это же робин и был вот ему сейчас ну там ну что же на пенсии 2 может 73 я так точно вопрос ответственности да то есть на представить что я произвожу резину у меня завод по резине я встаю на конференции говорю друзья я извините я был не прав больше не буду это делать да то есть я убиваю свой бизнес сразу вот моментально да ну вот вот там это это так как как любой покрытие принципе резину здесь любой твердое покрытие резин может подойти но спектр ее применение на наш взгляд он ограничен здесь просто более качественное решение зачастую более дешевые резина обычно стоит ну по-моему от 600 до 1000 рублей за сантиметр ну то есть сколько сантиметров кладешь столько прибавляешь ну то есть минимум это 44 с половиной тысячи если вот просто сантиметр резины положил стоимость куба щипы до 3-4 тысячи рублей и ее максимум надо насыпать 40 сантиметров то есть там три на ноль четыре это 1200 на 400 1600 даже если добавили еще туда геотекстиль но не шевле чем асфальт ну это уже да то есть это дешевле раза в три просто вот даже если ты сантиметр резины важен а 40 сантиметров щипы защита защищает от падения с трех метров ну то есть 11 как же как 11 если бы положили один сантиметров резины дату разве там там за десять тысяч перевалит стоимость метра ну то есть при неясных выгодах что такое щепочка там это денежки это все элементы щепочка это кораблика это солдатики это мама папа и ребенок да это фигурки это кида это все что угодно да абсолютно и то же самое гравий гравий вы приводили прекрасно даже самое кормить слоника то же самое трава казалось с другими детьми конечно это обменный материал и сыпать в ваши эти водные все вот эти совершенно верно как щепочки вы хорошо по ручекам плывут просто замечательно а он он Продолжение следует...